Друзья, мы находимся в центре Равды. Здесь происходит какое-то представление, поются песни, танцуют люди. Наблюдает публика. В общем, в разгаре всех событий мы находимся. В фонтанчике. Ребята, Равда, это все-таки, не забываем, что это село. Это село с населением 2000 человек приблизительно. Но мы все прекрасно понимаем, что это не только село, но и туристический центр многих людей, в основном русских. Также встречаются и граждане Германии и других стран. Ребята, автобусы также здесь имеются. Это информационный какой-то автобус, туристический. Вон публика. Равда находится в полтора километрах от города Несебра, по которой я уже делал свой репортаж. Можете посмотреть по ссылке в описании. Вот в 30 километрах от аэропорта Сарафова, Бургас, про которую я тоже делал свой репортаж, можете посмотреть по ссылке в описании. Ну и, соответственно, в 28 километрах от города Бургас. И, в общем-то, этот невероятный, невероятное СЕО. Мы даже риски поворачиваем называть СЕО, потому что здесь очень много людей. Но давайте пройдем по так называемой пешеходной улице. Следующие магазины находятся на данной пешеходной улице. Улица значительно длинная. Вот здесь продают от футболок до чехлов для телефонов. Всякие сумки, портмоне и другие не менее важные вещи. Также на этой стороне имеется пешеходная улица. И идет она аж до туда. Вот также здесь находятся кафешки и ресторанчики, где вы можете отдохнуть после столь долгих переходов. Один из ресторанов данного города, позвольте, я его буду так называть, данные пешеходной улицы, Ливанд. Заличное популярное место среди местных жителей и среди туристов. Вот, свежая рыба. Футбик. Поют. Песня называется «Болгарская роза». Болгарская роза. Тут обменное бюро. Да, можете себе посмотреть. Ченч по-другому. Сколько ты зарабатываешь? Вот меню данного ресторана. Можете сейчас посмотреть. Цены, все дела. Здесь салаты. Здесь прекрасные. Здесь ходится паста. Принесли сач. Просто каких-то огромных размеров. Готовился полчаса. Просто выглядит великолепно. Давай сейчас попробуем. И скажу свое экспертное мнение. Ну, в общем, ребята, мы уже поели сач. Оказалось, он довольно-таки вкусный, но очень мало мяса. И это подозрительно. А так, мне сач понравился. В общем, ребята. Благодарю. Ну, в общем, ребята. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите ему лайк, а также подпишитесь на мой канал. Мне будет это невероятно приятно. Также делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже подписывались на меня. Потому что не забывайте, мне это приятно. В общем, до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok